Космос-482 Обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту Однако на межпланетную траекторию станцию не вышло вследствие аварии разгонного блока НВЛ Аппарат, получивший название Космос-482, так и остался на околоземной орбите Станция напомнила о себе уже в начале апреля 1972 года Фермеры из небольшого города Ашбертон в Новой Зеландии увидели на небе несколько метеоров Добравшись до места их падения, они нашли 4 раскаленных полых шара диаметром 38 см и массой по 13 кг Вот что они говорят Мы думали, что это какая-то шутка Потом приехала полиция и забрала шар Там отнеслись к нему с большой осторожностью, так как боялись, что он радиоактивен Они отвезли его в тюрьму в Ашбертоне и оставили его там на ночь Видимо, облучать заключенных Затем полиция передала шары на исследование Из-за используемых марок Титана и его высокотехнологической сварки Определили, что шары советские Но так как Советский Союз не заявил на них права Шары вернули фермер Сейчас один из тех шаров можно увидеть в музее авиации Ашбертона Здесь также важно отметить, что эти шары не имели отношения к самой станции Это были детали блока обеспечения запуска разгонного блока Изначально было ясно, что станция рано или поздно упадет на Землю Но шли года и десятилетия И вот уже минуло почти 47 лет И возникает вопрос, а когда же станция вернется? И вернется ли вообще? Давайте попробуем разобраться Итак, станция Космос-482 после запуска с разгонным блоком Осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км А затем прошедшие полвека потеряла около 7400 км Снизив апогей, высшую точку орбиты, до 2400 км Проанализировав данные о состоянии орбиты космического аппарата за прошедшие годы И состояние атмосферы Земли Выяснилось, что снижение высоты орбиты станции ускорится По прогнозам падение станции на Землю произойдет приблизительно в 2023 году При этом поверхности планеты может достичь не менее 500 кг металла Именно столько весит спускаемый аппарат А также перелетная станция весит еще почти 700 кг Плюс вес разгонного блока А учитывая, что на данной станции очень прочный спускаемый аппарат К слову, один из самых прочных в истории когда-либо отправленных в космос Он способен выдержать атмосферное давление в 100 атмосфер Ведь он был рассчитан на вход в атмосферу Венеры Со второй космической скоростью с пиковыми перегрузками до 300 g А это означает, что при входе станции в атмосферу Земли Будут куда более мягкие условия Можно сделать логический вывод Аппарат до поверхности Земли гарантированно долетит Более того, даже если он утонет То будет способен выдержать давление воды на глубине в километр Конечно, будет очень интересно его найти Ведь кроме явного исторически-археологического интереса Есть еще и научный интерес На Землю еще не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе Любопытно также узнать, как повлиял такой длительный полет на материалы Находящиеся в спускаемом аппарате В любом случае, это надо увидеть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok